Валерий Седов В ближайшее время на территорию Рязанской области приедут дополнительно до 500 беженцев Донбасса. Во всех 14 пунктах размещения есть все необходимое, они созданы с запасом резервов и возможностей. Об этом сегодня на заседании правительства заявил губернатор Николай Любимов. По его словам, нужно продолжать оказывать помощь всем беженцам, также оперативно и в полном объеме. Дополнительные 500 беженцев с Донбасса не станут для рязанских властей абузой. Каждый из приехавших вряд ли сегодня может посетовать на отсутствие внимания. У них есть все. Интеграция в жизнь области тоже идет полным ходом. 66 граждан ДНР и ЛНР уже готовы выйти на работу, дети, а их большинство под присмотром. С 28 февраля 177 детей посещают школы. 84 ребенка ходят в детские садики. У детей, естественно, тоже есть все, что нужно для обучения. Для малышей организована у нас группа кратковременного пребывания на базе 5 ПВР. Остальные дети, как я уже сказал, посещают детские сады. Эти детские сады расположены, естественно, тоже в шаговой доступности, либо детей отвозят. Экономику региона теперь курирует специальный штаб. По итогам его первого заседания стало примерно 100 предложений по снижению рисков малого и среднего бизнеса. Но самое пристальное внимание сегодня к крупным системообразующим предприятиям. Таких в области 8, еще 11 – это структуры оборонно-промышленного комплекса. Мы обратились в правительство России с предложением по включению дополнительно 25 рязанских предприятий в перечень системообразующих предприятий федерального уровня. На региональном уровне у нас этот перечень также сформирован. Туда входит 325 предприятий, которые в постоянном контакте с нами и которым мы готовы оказывать точечную поддержку, постоянную поддержку. Региональные власти решили усилить информационную составляющую мер поддержки. Кому, какие преференции и налоговые послабления сегодня предоставлены, по словам Николая Любимова, расскажут в режиме одного окна. Никаких преград развитию экономики в регионе быть не должно. Максим Васильев, телекомпания «Город». В День защиты прав потребителей Банк России напомнил о необходимости защите цифровых и финансовых услуг. На сайте ЦБ уже есть целый список недобросовестных организаций. Также для защиты потребителей в интернете существует специальная маркировка, которая верифицирует сайт. Слово «кибергииена» в этом году должно стать знаковым. Защите цифровых и финансовых услуг Банк России внимания уделяет все больше. И называют простые правила, которые нужно соблюдать обязательно. Прежде всего нужна внимательность и здоровая осторожность. Проверяйте, на какие сайты вы заходите, кому переводите деньги. Для защиты потребителей Банк России, например, маркируют страницы банков, МФО, ломбардов, страховых компаний в поисковой системе Яндекс. Страницы легальных организаций отмечены синим кружком с галочкой и надписью «ЦБРФ». Также на сайте Центробанка уже появились списки компаний с признаками нелегальной деятельности. Если есть сомнения, проверить можно вполне легко. Число жалоб на мошенничество выросло в 2,5 раза. Есть сигналы и на создание финансовых пирамид. В прошлом году в Банк России поступило 1530 обращений. Хотя в общей структуре по-прежнему более половины занимали жалобы на банки, их количество за год снизилось на 12,7%. Значительнее всего сократилось число жалоб по ипотечному кредитованию на 57%. В 3,5 раза реже рязанцы писали о проблемах с банковскими переводами, на треть меньше о банковских картах. Жалобы Банк России принимает как по телефону, так и в письменном формате. Специалисты напоминают, что для защиты данных лучше всего установить на свое устройство антивирусную программу и не переходить по незнакомым ссылкам. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Чудеса изобретательности при сдаче экзамена на права проявил житель Чучковского района. Теоретическую часть мужчина решил сдать по известному методу из советского кинофильма. Через подсказ. Но что-то пошло не так. Эта куртка – настоящее чудо техники. В нее вмонтирована камера видеонаблюдения, а приобретена она была для особой миссии. По данным следствия, в январе 2022 года подозреваемый приобрел у ранее незнакомого ему лица Wi-Fi видеокамеру, встроенную в куртку из тканевого материала и замаскированную под эмблему. При помощи указанного устройства мужчина планировал сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Однако его действия были обнаружены и пресечены инспектором регистрационной экзаменационной группы. Перформанс устроил уроженец Чучковского района. По всей видимости, мужчина рассчитывал передавать информацию через видеоизображение своему помощнику. А уже тот смог бы диктовать ответы через наушник. Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Рязанской области в отношении жителей Чучковского района 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 138 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По словам следователей, до этого таких умельцев в нашей области они еще не встречали. Но надо отдать должное мужчине. К экзамену он подошел, проявив чудеса изобретательности. Не исключено, что подобный эпизод демонстрации технического мастерства у фигуранта не первый. Это выяснит следствие. А пока Рязанский Кулибин ждет своей участи на свободе. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязанские полицейские задержали наркозакладчика, который приехал в регион, так сказать, на гастроли. Операцию силовики провели совместно. На боевых итогах далее в сюжете. Так выглядит стандартная закладка с наркотиком внутри. Сверху координаты точки. Стрелочка указывает на сам тайник. В нашем случае это большой пакет с мефедроном. Фото с хрона сотрудники полиции нашли в телефоне закладчика. 23-летнего парня из страны ближнего зарубежья. Как выяснилось, до недавнего времени молодой человек проживал в Московской области, где получил условную судимость за кражу. Нанявшись закладчиком наркотиков в один из нелегальных интернет-магазинов, он на несколько месяцев был направлен для этого в Рязань. Поселился в съемной квартире, но выполнить до конца криминальную миссию не успел. Его деятельность пресекли полицейские. Оперативники угрозы держали закладчика совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков, а также при поддержке ОФСБ. Поступила информация, что недавно прибывший в Рязань юноша был курьером целого магазина по продаже наркотиков. Оперативники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» задержали злоумышленника на Солочинском шоссе при выходе из арендованной квартиры. В ходе обследования жилища, которое служило местом фасовки и хранения наркотиков, полицейские обнаружили 65 граммов наркотических средств, электронные весы и упаковочные материалы. А это уже само сокровище закладчика – расфасованные 150 граммов разного рода синтетики. Все это парень хранил в тайничке в Рыбновском районе. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, вполне конкретное – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальный срок – до 20 лет лишения свободы. Практически любой конфликт можно решить до суда. Так говорят сегодня специальные психологи или независимые посредники, медиаторы. Суть проблемы обычно в том, что конфликтующие порой не могут объективно разобраться в вопросе. И тут на помощь может прийти медиация. С принятием федерального закона об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников все теперь официально. Процедура досудебного урегулирования конфликтов существовала давно. Но посредник, тогда еще не существовало термина «медиатор», сильно рисковал, принимая на себя роль. Ситуация в корне поменялась с принятием федерального закона от 27 июля 2010 года об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника – процедуре медиации, который легализовал посредничество при разрешении споров. С этого момента стороны конфликта получили возможность законного оформления привлечения посредника без использования различных квази-инструментов. Процедура медиации позволяет разрешить семейный спор, экономический спор, трудовые споры, споры в области защиты прав потребителя, врач-пациент, споры в системе образования, системы ЖКХ, врач-пациент. Многие направления, основанные конфликта и конфликтной ситуации, позволяют разрешить споры только через процедуру медиации. Потому что это удобный, быстрый, эффективный способ разрешения споров. И самое главное – это доступно. Согласитесь, развестись и остаться друзьями дорогого стоит. Вот у Елены это получилось с помощью процесса медиации. Пять лет назад я обратилась в службу медиации, так как я не знала, как грамотно выйти из конфликта. Мы с мужем уже поняли, что наш брак уже закончился. А как грамотно выйти из этой ситуации, не навредить ребенку в первую очередь, мы не знали. Я отвечала, я увидела себя со стороны. Как бы кино про себя. То есть, что я делала не так, как я себя вела. И я действительно удивилась. Я не видела со стороны себя. Я приняла свои ошибки. Да, я сказала, что я буду работать над собой, я буду меняться. Потому что ошибки были серьезные, на мой взгляд. Муж тоже увидел и себя со стороны, и меня. При этом медиация не просто помогает разобраться в юридических тонкостях спорного вопроса, но и при наличии грамотного посредника позволяет без эмоций трезво взглянуть и на себя, и на оппонента. И остается навсегда бесценным опытом, без конфликтного общения. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Хотя март уже переваливает за середину, а при ходе метеорологической весны можно будет говорить, когда среднесуточная температура воздуха станет устойчиво положительной. Так что пока весной происходящее за окном назвать сложно. Когда же ждать тепла? Расскажем далее. В беседе с нашим телеканалом Дарья Ромашкина отметила, что устойчивое потепление в Рязани ожидается после 20 марта. Однако это не означает, что метеорологическая весна задерживается. По климатической норме в Центральной России приход метеорологической весны – это 27-28 марта. Она придет после наступления астрономической весны, после дня весеннего солнцестояния в 20-х числах. На фоне повышенного атмосферного давления установится малооблачная и сухая погода с большим суточным ходом температуры воздуха. По ночам будет подмораживать до минус 15-10 градусов, но днем ожидается около нуля. Между тем, в ближайшее время погоду будет определять северо-восточная часть мощного антициклона. В выходные дни температурный фон немного повысится. В ночные часы прогнозируется в пределах минус 10-5 градусов, ну а днем воздух начнет прогреваться до плюс 6-8. И если всю рабочую неделю среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы на 2-4 градуса, то в выходные дни показания термометров вернутся в рамки климата. В ночные и утренние часы прогнозируется гололедица. Высота снежного покрова на данный момент по области составляет от 18 до 37 сантиметров, что выше средних многолетних значений. Ранее, 14 марта, о задержке метеорологической весны в Центральном федеральном округе предупредил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но уже к выходным потеплеет, и в город придет более солнечная погода. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова